Давай я станцуем. Серьезно? Ну, с тобой. Как? Ну, мы станцуем, просто потанцуем на все. Да я не волнуюсь. Ты не считаешь себя красивой личностью? Я считаю себя красивой личностью. Вот. Вот это зафиксируйте. Возьмемся к вашу руку. Вот, может, расскажите, вот, когда начиналась ваша группа, какая была вообще атмосфера рока в городе? Была ли вообще она? Какие были условия для этого? Кто возникновил начинание этого? Сколько? Много вопросов. Мы были юными. Рок, как известно, это музыка бунта. И нас несколько обескуражили такие явления, как рок против наркотиков, рок против секса. Мы тоже создали движение рок против рока. Так появилась группа Ираним Босс. То есть вы создавали этот другой рок уже? Абсолютно. А чем он отличался? Тот рок, который вы создавали от того, что было до этого? Ничем. Дай бог, не отличается. Тогда мы можем спокойно сказать, что рок у нас удался. И мы настоящие рокеры. Для меня рок – это не музыка. Это стихия. Это стихия, которая мне интересна, в которой я могу себя реализовывать. Это мой язык, мой жанр. А в названии «Раним Босс» ты не художник, а художник вдохновил, получается, в состоянии группы? Ну, вдохновил ли художника? Да нет, это понт. Ну да, потому что в советское время, боже мой, какое счастье, что ты не застал это время, с одной стороны. В советское время редко кто знал и видел его более. Такого художника, как Ираним Босс. Но это считалось продвинутым. Но мне, будучи студентом Института культуры, повезло ознакомиться. И этот художник мне запал. И я назвал группу «Раним Босс». Ну, он так и пошел. Хорошее название. Ну, а, Стива, какие-то вот идеи хотели сделать? Вот это да. Я не занимаюсь рок-поэзией. Поэзией вообще. У меня нет стихов. Ты хоть один, знаешь? А слышала мои песни? Какие там идеи? Не знаю. Я же рок против рока. Ты что от меня ждешь? Вот это мы вместе! Мы вместе! Мое поколение! И все такое. Нет. Все социальные проблемы у меня все равно сходятся к одному. Есть вещь важнее. Любовь. Опять же. То есть песни, чтобы восхитить любовь, чтобы сделать что-то красивое, что ты людям будешь... Да просто пою, потому что люблю. Ну, уж как могу. Но ответственно. Ответственно. А какая же ответственность? За что ты снял? За то, что ты несешь со сцены. За то, как ты реализуешь эту амбицию, вот что-то выйти к массе. Это апостольское служение, Карина. Быть публичным человеком. Тем более публичным художником. Если ты художник. В таком случае, надо признать, если нас ничто не интересует в нынешней музыке нашего города. Меня, по крайней мере. То, скорее всего, только потому, что там профаны от рок-н-ролла. То есть они несут какую-то, может быть, там, жестокость, разрушение, в этом плане. Нет, вы не имеете в виду. Ну, 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 рок-террористы. Агрессия, как у нас в сцене проявляет? Карина, я похож на ханжу. Я же не святоша какой-нибудь. Я рокер. Вы служили в церкви, я слышу. То есть как вы это сочетали? А почему мы она вылили? Ой, извините. Привычка профессиональная. Когда в самом деле человек, я с ним разговариваю, начинается автоматически, а вот сколько раз замечаю. Это совсем другая тема и другая веха моей жизни. То есть сейчас мы говорим обо мне том, какой я есть. Сейчас. Ну, а почему прошлое не вспомнилось? Почему я его помню, если нужно, ну, это совсем другая тема. Почему, как вы там священны? Да нет, я всегда был верующим человеком. Вот и все. Я всегда стремился ко встрече с Богом. Занимался какими-то духовными практиками. Ваша вероисповедания. 90? Я пора сыпать. А чем-то еще? Известно каких-то, может быть, исполнителей, которые это можешь выделить в качестве, вот, уважаешь, как бы, исполнителей, что они действительно делают... Соломнии и вообще. Вообще-вообще. Просто вообще. Из иностранных, из наших. Фу. Ой, нет. Конца крайне будет этому перечню. И современные команды меня радуют. Ну, но западные, да. Ну, такие. Мы всегда вторичные. Ой, многие. Красоты пополно. Даже не стоит вот так как-то счастливы, потому что это опять будет привязано к тенейджерам какому-то жанру. Вот. Абсолютно. Я от... Мейнстримовских каких-то клипов антивишных просто очень качественные есть. Вообще в диско. И забиты эти в техно. Вот такое вот есть еще. Вот. До каких-то индастриал там тоже, наверное, I'm in Chines. Но это старички. Да есть, есть у них все. Вот. В России, к сожалению, ничего сказать не могу. Ничего просто. Не знаю. Кроме Бориса Борисовича Гребенщиков. Ну, все. На этом у него, на самом деле, весь русский рок как бы заканчивается. Все остальное по-любому вторично. И когда мы реперить пытаемся, и метал пытаемся играть, и какой вы жанр, и называем там мы там такие, мы там такие. Вот. Ну, настолько необоснованные. Вот я что-то думаю, может, какую-нибудь интересную историю расскажете, раз у вас такая интересная, насыщенная жизнь, какую-то такую рокерскую историю. Ну, так как много каких-то смешных, какие-то интересные? Я по Техасу на Харли и Дэвидсонах с этими, извините, в кожаных куртках батюшками не катался. Поэтому не могу сказать, рассказать рокерскую историю. Ну, не рокерскую, но любую историю связана с музыкой. Жизнь у вас связана с музыкой? Нет. Нет. Жизнь моя связана с красотой вообще. И с любовью. Музыка не ограничена у меня в мироощущении и не самоцель. Я не музыкант. Вот. Но, я думаю, вкусный композитор и художник. Я умею делать положи. Музыкально. То есть, да, дело имею с музыкой, но это один из инструментов. То есть, курсота, то есть, помимо музыки, может, и... На самом деле, мое дело слово. Конечно. Я только толкаю слово. А писать рассказы какие-то? Упаси Бог, я не занимаюсь литературой. Зачем? Если я в одной песне, если я к этому мощно, ответственно подхожу и эту тему отрабатываю, меня что-то интересует. Я не пою просто так массу песен на по чем угодно. По ходу жизни. Вот. Если я в этом коротком тексте, собственно говоря, выкладываюсь весь. А как ожидается... Нет смысла это разворачивать в романы. Я этим не зарабатываю, да и не смогу. Как ожидается вот эта именно песня, такая, которую можно сложить? Карина, ты стихи пишешь? Нет, я не умею. Я пробовала когда-то, со временем не получается. Тогда как они пишут стихи, спросил у своих подружек, которые наверняка стихи пишут. Они не делают бездарность. Откуда я знаю? Да ну что? Я в этом отношении... Я не делаю стихи, поэтому... Знаешь почему? Именно для того, чтобы себя вот от этой бездарности ограбить. Вот. Я позволяю себе выдавать только то, что действительно проверено. Ну как это получается, процесс создания песни? Она непонятно. Думаю. Ну как она рождается? Думает человек и все. Просто думаю, 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 впитываю, впитываю. И не только в этом жанре какая-то тема жизненная отображается. Это вся жизнь. Опять же, потому что, слава богу, я не в шоу-бизнесе. Мне не нужно, ну, там, подгонять контракт, написать еще песню, еще песню, еще альбом, тыры-пыры. Там концерт, там как мне, я свободен. Я удовлетворен одной хорошей песней за два года. Вот. А все два года позволяю себе заниматься чем угодно, но только не этим. Так по ходу. Да просто мне вдвоевает, что, например, не могут писать песни, когда у вас все хорошо, у вас какие-то переживания обязательно. Вы достоевщина русская. Ну, конечно. Я же тебе и говорю. Я же с этого начал. Я именно это имел в виду. Наш русский рок – это рок против рока. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Мы добиваем рок-н-ролл. Если говорить о том, какие музыканты заводят меня и есть в Коломне, то я бы в первую очередь отметил, что мне интересен больше, чем кто-либо в России, человек, который рядом. Саша Дорохин. Это там экс-нормальный ход, экс-пепелация, патисфера. А сейчас у них есть такой проект «Дорохин, Дэнни и Басё». Дэнни, пацаненок, 19 лет уже будет, но играть начал давно. Феноменальный барабанщик совершенно. То есть это врожденно. Какими людьми рождаются? Так, так, за установкой сидит. А у Дорохина очень сложная музыка. На Кинг-Кримсоновской основе где-то, ну, получается совершенно свое. То есть это просто очень вкусный, очень техничный рокер. И у них есть проект «Дорохин, Дэнни и Басё». Они все пытаются в них выпустить альбом сейчас. Не знаю, получится ли, потому что, собственно говоря, уже все уходит в интернете. И вот, ну вот если дать им возможность с концертами качественно отработать материал, это будет явление. Да нет, да нет, взять и так, не знаю, да? Да нет, можно его, конечно, взять, ну куда же тут. Правда, дочь, я слышала, что она там идет, то есть пошла по стопамазам, можно сказать, музыку. Не, несколько. Обзакуражен такой информацией. Я не вижу, уже, я не знаю, слушала, что это слово. Кто это мог сказать? Да ладно, Маша Куролесик. Она нифига не делает ее. Ну, задатков дофига, я не знаю, не сейчас. Да куда они молодые? Как ты? У меня 21 год уже сын был. А сейчас я смотрю на пацанов. По 23, 24, ну, тяжело, наверное, найти себе пару. Да, где ему при тяжелой такой пацанов? Я читаю Игоря Конно, вернее, жена мне читает вслух, такой вот труд по психологии мужской. Называется книга «Мальчик, отец мужчины». Он там говорит о том, что по всем исследованиям, значит, статистика такая, ладно, что среди мужчин очень много одаренных, даже феноменальных личностей, но и гораздо больше идиотов. И очень мало среднего звена, то есть таких простых. А у женщины нет такой резкой градации. Знаешь, и идиотка-истеричка, и очень умная бизнес-вумен, они все более ценные анатура психологическая. Поэтому ей трудно найти, выбор-то небольшой. Или гений, я его не потяну, нафиг он мне нужен. Или, а гений, еще с Закидонами, они же все борцы за трезвый образ жизни, гений, вот, как Леша Заяц, например. Знаешь Лешу Заяц? Слышал о нем что-нибудь? Ну, это вот очень известное явление в музыке, в андеграунде, которое коснулось Коломны. Это мой друг, еще со студенческих лет, вот, стал приезжать сюда. Коломна такой город, и все говорят, вот, и я много где скитался и где жил. Вот, но попал в Коломну и нашел здесь кусочек родины сразу. Коломна настолько гостеприимная в этом отношении город. Это же земля из коней просто человеком обжитая и намоленная, будем так говорить, цирковным языком. Вот. Независимо от того, кто молился, язычники, дойки, христианили, или мусульмане, которые захватили бы этот город. Вот. Вот Леша Заяц остался. А Леша Заяц, можно, чтобы насоветили, что он с Кузей был? Группа умер, а вообще он много работал с ХЗ на этой студии, поэтому он как сессионный музыкант работал со всеми. Там, начиная от Хлебникова и Марины, чашку кофею я тебе налью, да, по-настоящему спою. И, конечно, там тусовка большая, Медведева жена, Эдичка Лимонова, у меня что, она же рок-дива. Вот. Ничего себе. А вот про «Отвара» мы хотели говорить про Слышинского, я сказала, что мы с ним так это побеседовали. Я, к сожалению, совершенно не знаком с творчеством «Отвара», я был один раз только на концерте, и, ну что же, это тоже рок против рока. Короче, что Слышинский, что о Слышинском скажешь? Ну, то, что он мне сказал, что вот три волны, как раз, вот, группа Ироникосова сказал, что это первая волна. Да ладно, группа Иронимбосова, это была группа Иронимбосова, и все, и никакой волны. Была и есть. Я, есть же. Вот. Отвар это отвар. Если он на какой-то волне и прокатился, его выбросил на берег, и он успокоился, и, ну а что, надо же бабло зарабатывать. Ну, наверное, Иронимбосов, он не знал, что это так долго, когда он так долго продержался, который не отспался, так продолжил. Я уже, по прошествии, там, стойких лет могу смотреть на это несколько объективное, и нахожу, что был там такой заряд, был там такой заряд, и такая харизма. Это феноменально, просто собрались такие люди. А вот, Татья, может, подробнее о людях, кто вообще вошел в состав этой группы, как эти люди друг друга нашли, как это все было? Ну, да. Господи, помилуй. Нет, я не буду об этом говорить. Ну, ну, это, ну, что, ну, опять возвращаться сейчас, говорить, там, вот, было то, он пришел туда, сказал тому, да, ты, ты, ты. Да нет, я просто развалил группу «Ремонт», перетянув на свою сторону двух музыкантов, аховых просто, Олега Власова и барабанщика Ромы Тишакова. Вот, а это дуэтист, который, ну, ну, так жарил, что, собственно говоря, все остальное было дополнением. А тут такое дополнение в лицо Васи Кулькина, это просто гениальный, действительно, гениальный музыкант. Он в этом деле большой художник, врожденный совершенно, интуитивно. И нету равных музыкантов в городе Коломии, саксофонистов, нету и клавишников. Что поделаешь? Вот смотри, с кем играть, что делать, вот, какие тут группы могут быть, как, как быть мне, если я знаю, что такое Васи Кулькин. Ну, что там, такой, действительно, барабанщик настраивающий. А сейчас уже, в принципе, ты из них работаешь? С Дорохиным, с этой, Бог даст, Бог даст, опять же. Если вот мне будет приказ, слушай, уф, атака. Мне придется подчиниться, и я очень радуюсь сейчас тому, что появились в Коломне, появляются только-только музыканты, которые действительно над собой работают. Вот эти вот пацаны, Дэнни и Басенок, это Андрей Палафенко, вот, в Бесперил играл, там, это, вот. А потом я его познакомил с Дорохиным, и Дорохиным попробовал с ним играть. И сколько с Дорохиным не играло басистов, потому что у Дорохиным свои партии, своя, ну, там, он вообще на басу, он еще и басист, он в первую очередь басист. То есть басенок должен был играть партия Дорохиным. Никто до этого этого не мог. Какой бы музыкант ни был, хоть там училище, музык, училище, вот вам это, если говорите, а то музыканты они не будут. Ну, как это, как вывелять с талантом, то есть это не только... Да не талант, а любовь. И любовь к музыке в том числе. Любовь к року, любовь к этому миру. То есть если есть любовь к року, то остальное все уже приложится, получается, так? Ну да, выгнется. Да нет, любовь к маме важнее. Я имею в виду рок музыки. Если любовь к року, то он может научиться и все это сделает, это не проблема. Ну нет, Карин, я... Болею рок музыки с 12 лет, посерьезнее. Вот. И всю жизнь я, если бы не видел себя на рок сцене, а очень хотелось. Вообще я так брался, да, по максимуму планку. Вот, кем бы ты, Вася, хотел быть. В детстве пилотов, археологов, как прошли, так все. Вот, рок-звездой, ёлки-пал. Чего греха таить. Вот. И с 12 лет, имея такое пристрастие к рок-музыке, я видел себя, если уж с кем-то, только в качестве барабанщика. Очень я хотел барабанить. Этот инструмент меня привораживает. Вот это вот действие. И сидит барабанщик и держит этот ритм. То есть та самая, что у нас это. Я хороший ритмач, но барабанщик из меня никакой. Рано или поздно мне с этим пришлось смириться и, в конце концов, найти. Тогда, а что ж я здесь не случайно. Вот. Я не умею петь и никогда, собственно говоря, к этому не стремюсь. Я просто запел. Именно запел, а не просто горюки люди. То есть без каких-то занятий вокалов, без всего этого? Занятия вокалов начались в церкви. Потому что сначала ты дьякон, потом ты священник. И нужно еще это. То есть попасть в тональность. Хор над священниками всегда угорает. Есть такие слуха никакого. Голоса тоже. Но там этот навык приобретается. То есть я только в церкви стал более-менее ловить тональности. А выступить где-то хотелось бы сейчас? Сейчас нет. У меня достаточно реализации дома. Но если такая база будет, возможно, то я с этими ребятами обязательно сделаю программу. Мне кажется, дай бог, у меня уже назрело что-то прожитое. Что можно, о чем можно поговорить с публикой. О чем все-таки? Неизменно о любви, опять же. И только дети мои. Только о любви я могу говорить. Больше ни о чем не хочу. Да, любовь, наверное, разная. Как вы понимаете любовь? Что такое любовь? И что бывает? Ответ на этот вопрос, Карина, ты будешь искать всю свою жизнь, если будешь не забывать это слово. Любовь. То есть всю жизнь в поисках и так найти окончательно трудно вопросов невозможно прийти? Не верь никому. Слушай свое сердце. Ты уже как сказочник. Слушай свое сердце. Это правда. Есть, конечно, некие абсолюты, но тебе как корреспондентке надо очень хорошо поработать над собой, чтобы добиться интервьюривания или аудиенции, например, с Иисусом Христом. И только так. И только так. Если ты допускаешь хотя бы, что Он воскрес, и Он есть Бог живой, значит, есть возможность найти с Ним встречу. Ну, это что-то такое туманное. Что-то такое. Ну, как-то привыкли жить в мире, где факты какие-то постоянные. Слушай, как-то... Сделай из этого факт. Сделай из Бога факт. А жить все время и говорить, что я верю в Бога, но на само понятие в тебе оно такое туманное, какое-то неуловимое. Как вот я привык к факту, мне нужно потрогать руками. Так потрогай, на то Он и Иисус Христос, на то Он и стал человеком. Вот с кем поговорить о любви стоило бы. И это реально. Я уже начинаю там баптистский пастырь, видишь, адептов зазывать. Нет. Ну, просто если уж о любви, то о любви. Еще и о Боге. Нет, я не думаю, я на все упал за сетей. Я просто не вижу еще каких-то вещей на земле. Чем бы стоило, имело бы смысл заниматься. Любовь и Бог. Смысл жизни в этом. Смысл жизни в жизни. Вы можете, чтобы что-то интересное такое раскладил? Вы же наконец-то знаете, столько всего интересного. Один раз, один раз, но еще в юности, я вытащил из петли уже фактически труп моего друга и откачал. Еще? Да так это все. Страшное. Что-то такое доброе. Один раз я отсидел пять суток в КПЗ. А в нашем коломенском вытрезвителе мне сделали ласточку, как особо буйному. С тех пор у меня один палец вот, а второй палец не разгибается. Сухожилие растянули. Молодцы. Отдохни. Я помогу.